28 июля день крещения руси это государственная памятная дата российской федерации законодательно установленная 31 мая 2010 года в память о крещении руси в 988 году событие совпадает с православной датой днем памяти равноапостольного князя владимира крестителя руси 988 год славянские народности населявшие регионы на тот момент поклонялись языческим богам пантеон состоял из нескольких сотен имен переход к единобожию изначально был вопросом сложным и щекотливым существует поверье в котором рассказывается о том как решил владимир выбрать для русского народа подходящую веру киевская русь в то время нуждалась в объединении сил против внешних врагов и укрепление взаимосвязи разрозренных русских племен внутри государства князь владимир был мудрым и грамотным политиком выбрав христианскую веру которую проповедовала бизантия он смог поднять авторитет киева и укрепить связи с одним из самых мощных государств того времени владимир выбрал для руси путь непростой но светлый а вере разной он спросил и думал над ответом христу при них великий князь его поверил милость крестил он русь с тех пор молясь мы вере укрепились еще в девятьсот пятьдесят пятом году за 30 лет до князя владимира христианство приняла княгиня ольга бабушка князя крестилась она в константинополе храме святой софии княгиня ольга впоследствии канонизированная церкви как равноапостольная была одним из выдающихся государственных деятелей того времени сложно переоценить ее вклад в развитие христианства на руси когда князь владимир советовался со своей дружиной принимать ли ему крещение или нет дружина ответила что если бы христианство было бы плохой религией ее бы не приняла твоя бабка ольга несмотря на сопротивление представителей языческой веры владимир планомерно внедрял христианство на территории руси в каждом новом построенном городе он возводил церкви однако процесс христианизации действительности проходил долго несколько столетий прошло с того момента как несть владимир красное солнышко принял крещение но положительная динамика влияние веры на развитие общественности духовного и культурного развития населения явно просвеживалась в исторических событиях вера дала мощный импульс для распространения грамотности и новых знаний первое поселение на казантипе возникло в конце 6 века до нашей эры древнегреческие авторы неоднократно отмечали рыбное богатство миотиды находки фрагментов амфор говорят что вино и масло на казантип привозили из пантикопея гераклии радуса и других находки фрагментов расписных сосудов позволяет говорить о наличии связи с артикой первой половине 3 века до нашей эры поселение на западной половине казантипа прекращает свое существование сейчас трудно сказать чем это было обусловлено внешней опасностью или изменением природных условий обмелением гавани или исчезновением пресной воды ясно одно поселок был покинут причем следов насильственного прекращения жизни не обнаружено древние греки не покинули побережье казантипа а переселились на его восточное побережье на новом месте жизнь продолжалась до конца античной эпохи после присоединения крыма к россии в 1783 году на казантипе появляется славянское поселение основу которого составили ветераны суворовских полков выслужившиеся в свои сроки сохранилось предание что они посылали прошение екатерине второй чтобы так своей властью прислала им жен и императрица выделив какую-то сумму распорядилась купить у помещиков средней полосы россии необходимое число девушек дабы ветераны могли завести семьи с этого момента берет начало коренное население казантипа в 1898 году в селе мысовом был освящен храм во имя святого благоверного князя александра невского строительство велось на средства прихожан церковь была каменная с колокольней покрыта железом относилась к феодосийскому уезду таврической губернии при церкви была и церковно-приходская школа известно что с 1914 года настоятелем храма был священник николай григорьевич курсов а старостой крестьянин стефан гаврилович жиляев 30-е годы 20 века храм был разрушен и место храма превратилась в заброшенный пустырь в 2000 году митрополитом симферопольским и крымским лазарем был освящен крест на месте разрушенного храма в 2010 году владыка лазарь благословил приходу село муссовое имя иконы пресвятой богородицы скоропослушница в мае 2010 года и айрей александр ганичев назначен регистрировать общину и восстанавливать храм в сентябре 2013 года начато строительство большого храма залит фундамент в 2014-15 годах подняты стены возведена кровью с куполками частично выполнены внутренние работы на звонницу водружены колокола с 22 ноября 2015 года в восстановленном храме регулярно совершаются богослужения но строительные и отделочные работы продолжаются до сих пор в июле августе 2010 года был построен малый деревянный храм а также 3 октября этого же года была совершена первая литургия улажная литургия в среднем Храм во имя иконы Божией Матери-Скропослушницы Московского Патриархата Феодосийской и Керченской Епархии. Часовня Иоанна-Кронштадт. 5 мая 2015 года владыка Платон Митрополит Феодосийской и Керченской доложил памятную капсулу владословения строительства часовни Иоанна-Кронштадтского. 2 июня 2019 года после воскресной литератии стоялось освящение часовни святого праведного Иоанна-Кронштадтского с мозаичной иконой. Святого праведного Отца Иоанна-Кронштадтского благодати и Святого Духа крепления воды и священны. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Освящается образ и благодати и Святого Духа крепления воды и священны. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Освящается образ и благодати и Святого Духа крепления воды и священны. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! А вот тут написано «Великий князь Владимир» Смотри, он двигается! Добрые дети! Я хотел подарить свет своей стране, вселить надежду и веру в сердца своего народа, дать людям мир и счастье. Добро пожаловать на наш канал! Не приняла бы тогда ее бабка моя, княгиня Ольга. Через короткое время двинул я свои войска на Херсонес, владела коим Византийской империей, и потребовал в обмен на город в жены себе царевну Анну. Единственным условием правителей византийских на требование мое стало принятие христианства. Но в день прибытия царевны Византийской Анны вместе с духовенством Херсонес я внезапно ослепил. Как видно, Господь послал наказание мне за мои прегрешения и слабую веру. Сказала тогда царевна Анна, крестись и отступит недуг. И принял я крещение и исцелился, прозрел я не только физически, но и духовно, и узрел тогда Бога Истинного. В 988 году при крещении дали мне имя Василий в честь святого Василия Великого. В память о своем крещении построил я в Херсонесе храм святого Иоанна Предтечи, крестителя Господня. На Русь я вернулся с женой, византийской царевны. Показал я Анне жизнь на Руси в язычестве. Показал народ темный и необразованный, но жаждущий справедливой и лучшей жизни. И было грустно и мне, и жене моей Анне, что пребывает народ во тьме без веры в единого Бога. А как же крестили Русь? Со мной вместе крестились ближайшие мои дружинники и бояре. Вернувшись на родину, крестил я и двенадцать своих сыновей, и весь свой дом. Я знаю, источник, где крестили ваших сыновей, в Киеве. Его честь назвал Крещатик. Потом отправил я посланников своих во все концы Руси истреблять идолов языческих. Унесли реки старую веру, сплели всех богов в один поток. И тогда объявил я своему народу о том, что надо Руси принять христианство и прийти к единому Богу. В деревушках велел я установить церкви с золотыми куполами. Сверкали они и на солнце, и при свете луны ярко, освещая путь моего народа к свету истинному. Покачнулась старая вера в людям. Узрели они чистоту и силу православной веры. Последовал народ моему примеру и примеру моих сыновей. Собрались жители Киева, бедные и богатые, малые и пожилые, мужчины и женщины, у берега и права. Заходили они в воду, кто по шею, кто по грудь, с детьми на руках. Так перед моими глазами проходил мой народ, а христианские священники читали молитвы. После киевлян и другие русские люди трястились. Так и произошло крещение Руси. Время спустя византийские послы прибыли в Киев посмотреть, как изменилась Русь. И восхитились они красотой и смирением народа и убранством церквей. Так заканчивается главная история крещения Руси. Потомки назвали меня святым, равноапостольным, великим князем Владимиром. В современном мире люди сохранили веру и твое наследие и лучшие из православных традиций. Мы помним великие деяния своих предков и их заветы. Солнце ярко освещает над землею небо си. Мы сегодня отмечаем день крещения Руси. День, когда все Христа признали, православными назвались. Великий день для сердца православного, для православных душ. Великий день, великий день, звонят колокола державные. И в храмы всех зовут людей. Красносолнышко, Владимир, крестным стал Руси святой. Над Россией и поныне крест сияет золотой. И пусть сияет он над нами тепло и свет, даря как пламя. Пусть Россию бережет, хранит от горя и невзгод. Великий день для сердца православного, для православных душ. Великий день, великий день, звонят колокола державные. И в храмы всех зовут людей. Великий день для сердца православного, для православного, для православного. Великий день для сердца православного, для православных душ. Великий день, великий день, звонят колокола державные. Великий день, великий день, великий день, звонят колокола державные. Великий день для сердца православная. Субтитры подогнал «Симон»